Всем привет! На связи Геннадий Мелехин. И сегодня у нас интервью с Кешей Антоновым. Это создатель сайта Sports Soul и мой лучший друг. Мы с ним знакомы уже очень давно. Мы учились вместе и продолжили дружить после университета. Несмотря на то, что живем в разных городах. Кстати, вы можете посмотреть наше путешествие с Кешей. Здесь где-то ссылочку я помещу. Но сейчас мы поговорим с Кешей, я думаю, о жизни и о Sports Soul. Я думаю, о Sports Soul сначала начнем. Кеша. Привет, Гена. Расскажи о сайте Sports Soul. Когда ты задумал его сделать? Как долго делал? Как ты его делал? С какими проблемами столкнулся, когда ты его делал? И потом я тебе еще вопросы задам. О сайте Sports Soul. Значит, где-то года три назад или четыре даже идеи появилось, когда мы с другом тренировались совместно. Что не можешь найти людей, с которыми можешь потренироваться. Ты идешь один или с другом, и тебе все время скучно. Или ты не знаешь, как там правильно подтягиваться. И я подумал, почему нет такого ресурса, где ты можешь объединиться с такими людьми, найти спортсменов круче тебя, которые опытнее, с кем тебе будет интересно. Там знаешь, собрать тусы из пяти людей и вместе тренироваться. Вот. Сначала это задумывалось как сайт спортивных площадок, просто каталог. А в итоге с годами это превратилось просто в социальную сеть для спортсменов, которые стремятся стать лучше. Круто. И сколько времени прошло с этой идеей до ее реализации? Да, хороший вопрос. Где-то года два тянулось это. До того момента, когда я подумал, что через год я уйду из-за невера, пойду в армию и надо что-то делать. В итоге я взялся за проект, с помощью которого можно развить навыки программирования, с помощью которых я смогу дальше зарабатывать. И поэтому я взялся за спортсалл, хорошо так, и уже через какое-то время просто влюбился в этот проект. И, как я понимаю, когда ты за него брался, ты, ну как программист, может быть, еще не очень был зрелым, да? Да, вообще. Но постепенно ты разбирался в программировании, в языке, который ты выбрал, да? Да. И стал профессионалом. С 4 с 0 начинал. И это вопрос, опять же, к тому, чему учат в универе, да? То есть, по сути, тебе университетские знания, только если какие-то основы, там, базы, да, пригодилось. Да. Вот, а так ты в своей работе используешь только те навыки, которые сам получил, вот, создавая, допустим, вот этот сайт Спортсоул. Да, все так, как ты говоришь. Вот, круто. И какие, может быть, сложности были у тебя? Бывали ли такие моменты, когда хотелось сдаться и забить на это? Конечно. Даже после самого запуска не ожидался, я ожидал какой-то такой прям ажиотаж, там, хотел зарегистрировать товарный знак, чтобы продавать шмотки Спортсоул. Но, как и все великие проекты, все потихоньку развивается. Нужно развиться и в рекламе, и всякие мероприятия проводить. Не все так просто. И часто бывает, хочется сдаться, там, раз в пару месяцев. Но находишь силу себе держать себя и развивать дальше, потому что это интересно и есть ради кого. И что тебя вдохновляет двигаться дальше? Ну, как обычно, самый лучший проект, который ты можешь сделать, это проект, который решает твои проблемы. Когда ты идешь снова на тренировку, тебе не с кем потренироваться, или тебе бывает не с кем поговорить о какой-то теме типа саморазвития, то думаешь, черт, надо включить такую-то фишку в проект, чтобы это работало, чтобы решало именно такую проблему. Круто. И получается, твой проект, он постоянно совершенствуется? Да. Приходят запросы от пользователей, которые просят, там, добавить какую-нибудь фишку. Стараюсь воплощать жизнь, возможности. Получается, он как живой организм? Да. Как мы постоянно совершенствуемся, да, так и проект. Круто. И еще ты сказал, что вот про саморазвитие. Изначально задумывался сайт твой, как, ну, как каталог спортивных площадок, можно сказать, потом как социальная сеть для спортсменов, а сейчас, как я вижу, это еще как социальная сеть для людей, интересующихся саморазвитием, да, становится. Да, я подумал, что не стоит замахиваться на Эсмир, если же быть честным. Потому что спортсменов, наверное, на один миллиард на планете, но нельзя прям всем угодить. Лучше созраточиться на людях, которые любят спорт, любят саморазвитие, хотят стать лучше. Это моя солевая аудитория. Ради нее я делаю этот проект лучше каждый день. Круто. Ради таких людей, как ты, твоих подписчиков, именно такие люди суперкрутые. И всех читателей блога на Спортсоле, вот, круто, что есть возможность записать, написать статьи на этом сайте, и еще и заработать деньги, кстати. Потому что, я расскажу, да? Да, скажу, конечно. Что за каждую статью написанную, то есть ты можешь написать статью для сайта Спортсол, и ты не только так принесешь пользу людям, потому что они прочитают и знают, что ты хорошее, ценное, но ты также можешь на этом заработать. За каждую статью Кеша тебе заплатит 200 рублей. Да, гарантирую. Можно подрабатывать таким образом копирайтером. Работа в интернете, и это вообще, ну, хороший вариант для некоторых людей. Вот я этим тоже пользуюсь. Ну, в принципе, ты ответил на вопрос, зачем ты это делаешь, что я от тебя хотел спросить, потому что это главный вопрос, да? Получается, главная причина, по которой ты делаешь Спортсол, это то, что ты хочешь искать единомышленников? Да. Я думаю, что да. В моей жизни не так много людей, которых я считаю примерами для подражания. и когда я общаюсь с окружением, скажем, с той же своей семьей общаюсь, я понимаю, как круто те вещи, которые ты несешь, Гена. Они заставляют людей быть лучше, и в том числе благодаря тебе, благодаря всяким тренингам, которые ты изучал, я начал работать над собой по полчаса в день, в течение года читал по программированию каждое утро, все это записывал, и в итоге стал лучше. Поэтому, да, ради того, чтобы создавать окружение из успешных людей, потому что это очень здорово, улучшается каждый день свою жизнь. У нас у всех есть мечты, и все мы хотим добиться, и самое лучшее — это окружить себя такими людьми, которые будут тебя поддерживать, говорить, да, чувак, ты этого добьешься, которые верят в тебя и знают, что ты это сделаешь, потому что это же ты, ты этого можешь сделать, значит, ты сделаешь. Да, иначе быть не может. Понимаешь, о чем я? Да, да, здорово, когда есть единомышленники, ну и вот как мы, да, допустим, с тобой поддерживаем друг друга, и также на спортсоул можно найти таких людей, вот. Ну, в общем, здорово, когда единомышленники объединяются, поддерживают друг друга, и таким образом получается каждому человеку легче, можно сказать, двигаться к своим целям, да? Да. Хорошо, и... Вопросы у меня тут я для тебя подготовил. Чем ты занимаешься по жизни? Вот, то есть, ну, спортсоул ты сделал, хорошо, а дальше что, чем ты, ну, кто ты? Я ассоциирую себя с программистом. Мне с детства была мечта работать на себя, иметь просто с собой ноутбук, какой-нибудь маленький чемоданчик, и это всё, что мне нужно, чтобы куда-то отправиться, вообще ни к чему не привязываться. Вот, и потихоньку я эту мечту реализую. Я где-то полгода назад уволился со своей работы в офисной, успешно работаю сам на себя, уже увожу доход на такой приличный уровень, который позволит уже как раз-таки путешествовать тогда, когда я хочу, и туда, куда я хочу. Круто, то есть, получается, ну, ты на программировании занимаешься фрилансом, да, и хорошо зарабатываешь на этом. Да. Здорово. И вопрос у меня такой, конечно, я хотел тебе задать, куда ты идёшь? Ты уже частично ответил, да, то есть ты хочешь, как я понимаю, жить таким, ну, свободный такой образ жизни вести, путешествовать и работать в процессе, так? Да. Круто. Наверное, многие об этом мечтают. Да. Ну, хорошо, мы поговорили о тебе, о сейчас, и я ещё хочу поговорить о таких общих темах. Вот, я люблю такие тупые вопросы задавать. В чём секрет успеха? Как ты думаешь? Я думаю, чтобы наметить цель. Наметить цель и какое-то время работать над её достижением. Ну, знаешь, есть такие упражнения, типа давать все обещания и выполнять их, чтобы ты, если какую-то цель поставил, ты дал обещание, и даже если на полпути понял, что она неправильна, то вот доведи эту цель до конца, чтобы научиться держать своё слово. В этом, наверное, секрет успеха, потому что, когда мы ставим себе цели, мы можем их где-то записать и через год вспомнить о них, и смотрим, а мы их достигли. И ты такой, вау, почему так произошло? Потому что мы себе уже в подсознание вбили эту мысль, что нам нужно это. Например, я с детства хотел жить такой жизнью, и такой, вау, я её уже живу. Почему так? Ну, видимо, я думал об этом, мечтал об этом, представлял это, думал, как это круто. Важно представлять свою будущую жизнь во всех деталях. Да, да, то есть получается... Ну, я так понимаю, что ты достиг этого, потому что ты очень хотел этого достичь. Да. Вот. Ну и фокусировался на этом, и делал всё, чтобы этого достичь. Вот и всё. И ты правильно отметил, что важно держать фокус внимания на своей цели и чётко представлять видение того, куда ты идёшь. Вот. Как Стивен Ковик говорит, один из навыков высокоэффективных людей, начиная что-либо делать, представляй конечную цель. Так? Вот, кстати, какие книги ты посоветуешь почитать? Я думаю, что любому человеку, который спросит, как ему стать лучше, который хочет стать лучше, с какой книги ему начать, это Стивенко, «Семь навыков высокоэффективных людей». Она учит ответственности, она учит быть эффективным, учит ставить цели, быть независимым, и затем ещё взаимодействовать с другими людьми. Это первая книга. И дальше, в принципе, все работы Бодда Шефера. Он пишет, ну, например, «Закон победителей», он просто такой человек, который не размазывает темы. Потому что, как мы знаем, если человек приходит в издательство с маленькой книжкой, там, знаешь, на пять страниц, где все семь навыков Стивена Ковик, и говорят, «Нет, книги так не продаются, нам нужно 300 страниц». Вот. И Бодда Шефер с таких авторов, которые не размазывают темы. Так что это тоже отличный автор. Вот «Закон победителей» – отличная книга. Да, я тоже рекомендую эту книгу. Кстати, вот, ну, мы в этом плане похожи, наверное, поэтому, мои друзья, что две моих самых любимых книги – это как раз вот Стивен Кови, «Семь навыков высокоэффективных людей» и «Бодда Шефер. Законы победителей». Другие книги я пока у Бодда Шефера не читал, но прочитаю. Вот. Отличные книги. И вот поэтому я их тоже рекомендую. Кстати, если позволишь, я же тебе её посоветовал, вот, и какое-то время назад ты посоветовал мне какие-то тренинги, которые я тоже проходил, правда, заочно, не онлайн, вот. И, по-моему, это отличный пример, как мы, как два человека, которые заинтересованы в развитии, друг другу помогаем. Делимся какими-то книгами, там, знаниями. И, по-моему, Стивена Кови я тебе тоже посоветовал. Я тебе Стивена Кови посоветовал, а ты мне Бодда Шефера. Вот, круто. Ну, и другие книги, также, как бы, рекомендуем друг другу. И вместе развиваемся. Вот, это... Ну, вместе идти всегда легче. Я тут вспомнил такой совет. Ну, если вкратце, то если хочешь достичь какую-то цель большую, да, то нужно найти человека, который хочет достичь такую же цель. Допустим, заработать миллиард рублей. Вот. На любимом деле. Заработать миллиард рублей на любимом деле. Нужно найти человека, который хочет вот этого же самого, помочь ему при этом бескорыстно абсолютно. И тогда ты сам, как бы, достигнешь эту цель. Ну, это если вкратце, а так подробнее я как-нибудь расскажу в видео отдельно. Вот. Ну, это чувак один умный говорил такой тем, который 20 лет жив в Тибете или что-то такое. Вот. Ну, это... Тебе тоже расскажу потом подробнее. Вот. Слушай. Хорошо, значит, про секрет успеха мы с тобой поговорили. А как ты думаешь, какая главная ошибка, которую совершают люди в жизни, можно сказать? Как ты думаешь? В жизни? Да. Наверное, что не ценим то, что у нас есть сейчас. Ну, обычно, знаешь, как человек... Почему мы хотим развиваться? Потому что у нас есть свойство такое ко всему привыкать. Вот. И мы всегда хотим чего-то большего. И у нас есть выбор, куда направлять наше желание хотеть чего-то большего. Либо на какие-то увлечения, отдых, там, можно пить, спать с девушками, с кучей девушек, а можно направить на свое развитие, на помощь другим. Ну, каждому свое. Просто, наверное, важно оценить то, что у нас есть сейчас. Например, что у меня есть девушка такая потрясающая, которая меня ценит. Нужно это тоже ценить. Ну, да. Да, но лично я об этом забываю. Да, то есть, бывает не ценим то, что есть, при этом... Я считаю, ну, может быть, когда вот ты привыкаешь, да, к хорошему, мы быстро привыкаем к чему-то хорошему. И какие-то... То, что для нас мелочь является, допустим, у тебя всегда есть еда в доме, да? У тебя есть крыша над головой. Но мы к этому так примыкаем, что не ценим это. Есть выход в интернет, есть электричество, есть тепло. Вот. А у многих людей этого нет. Вот. С девушкой тоже хороший, конечно, пример. Или, допустим, родителей своих не ценим. А кто-то без родителей, там, в детдомский. Поэтому, да, это хорошее... Нужно ценить то, что мы имеем. В этом плане мне нравится вести дневник благодарности. Вот. Но у меня есть об этом видео. Так что посмотрите. А если я ещё не выложил это видео, то я его выложу в будущем. Ну, просто уже снято. Но я пока не выкладывал. Вот. Ну что? Я думаю, Кеша, будем заканчивать, чтобы не растягивать этот, так скажем, интервью наше, беседу. Напоследок, пожелай что-нибудь тем людям, которые нас сейчас смотрят. Зависит от того, к чему вы стремитесь. Я думаю, достичь того, что вы хотите. Сильнее хотите этого визуализировать. Потому что вы этого достигнете. Всё начинается с шага. И если вы каждый день что-то по чуть-чуть, вот по столичку делаете, то вы уже этого достигли. Что вам пожелать? Да вы и так уже всего достигли. Я думаю, только дисциплина. чтобы каждый день это чуть-чуть делать. Да, то есть, если мы каждый день будем по чуть-чуть двигаться к своей цели, то просто то, что мы её достигнем, это неизбежно будет. Мы её в любом случае достигнем, если, грубо говоря, пусть там нам предстоит путь в миллион шагов, но если каждый день делать шаг, то через миллион дней мы достигнем. Сразу вспоминается, что у нас что-то, может быть, у нас жизнь слишком коротка. Вот, ну... Да, но тогда не по чуть-чуть, тогда по три шага в день. Да, получается, нужно планировать, вот, сколько шагов в день и выбирать такую, как бы, цель, допустим, тысячу шагов. Вот, ну, это если на шагах, да? По-моему, ну, вот есть какой-то афоризм такой, что путь, сколько там? Миллион? Миллион километров начинается с шага. Да, 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 путь миллион километров начинается с шага. Отличный афоризм. В общем, тоже от себя подытожу, что знаете, чего хотите, определитесь со своей целью, со своим видением и двигайтесь каждый день по чуть-чуть и тогда это будет, это будет вашей жизнью, то, что пока у вас в мыслях станет вашей реальностью. На этом всё, спасибо вам за просмотр, спасибо, Кеша, тебе за интервью. Спасибо. Всего хорошего тебе, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok